Всем доброго мэра и господа, с вами Става Римас, мы продолжаем прохождение сети Skylines. Ну что ж, ребята, очень долгое время мы уже с вами проходим эту карту, и я, вы знаете, я собираюсь ее полностью застроить, как я уже говорил в прошлой серии. Ну что ж, поехали, погнали. У нас очень много граждан ушло, так как мы в прошлой серии экспериментировали, мы пытались там построить суд, мы его построили, но у нас были кое-какие условия. Для того, чтобы построить суд, нам пришлось снизить, то есть повысить преступность, вернее, на 50%. Так, ну что ж, давайте здесь тогда начнем делать перекресток, я думаю, лучше всего, наверное, вот так вот сделаем, вот так вот. Дорогу пустим сюда, вот сюда, здесь у нас есть экранная дорога уже, отлично, вот так вот, и сделаем кое-какой перекресток. Так, огромную проходящую дорогу вот здесь вот сделаем, ну и, конечно же, остальные дорожки вот такие вот маленькие. Опа! Вот так вот. Как вам такая идея? Красота ненаглядна. Так, хорошо. Ненаглядная красота. Вот так вот. Спираль образная, ёптать, получилась у нас. Оуу, гром гремит, гром гремит. Кстати, что у нас там по поводу водоснабжения? Отличная электростанция, просто на высоте. Поехали делать. Сейчас мы с вами сюда клинику построим. Здесь построим какое-нибудь кладбище маленькое, да? Вот прям здесь. Здесь второе. Пожарных сюда поставим. И полицейский участок прямо вот в эту сторону. Хорошо. Конечно, будем делать крупный город. Такой райончик. Вот здесь вот. Налоги оставим. Я пока налоги не буду повышать. Так как нам это пока что не нужно. Здесь поставим коммерческие зоны. Ну, они так, в принципе, сильно не требуются. Но так или иначе, нам придется их поставить. Прекрасно. Получается, если мы с вами немного подождем. Давайте сейчас сначала ускорим, наверное, время, да? Во, вы посмотрите, как быстренько здания начинают возвышаться вперед, да? Прям вверх. Отличненько. Так. А это что у нас такое? Ау, аквариум здесь у нас, да? Да ладно? Нифига себе. Я уже забыл, что я его построил. Оказалось, я его давно построил. Это хорошо. Нам, кстати, надо еще парк поставить какой-нибудь. Маленький, хорошенький, красивенький. Можно, в принципе, большую детскую площадку. А, давайте лучше парк поставим. Нет, стоп. Парк. Парк ставится. Ну, он не ровно ставится, да? Давайте лучше маленькую площадку поставим вот здесь. Детскую. Прям вот сюда. А это, посмотрите, прям как все довольные, да? Электростанция. Электричество уже подключено. Прекрасно. Сейчас у нас будет уже сто. У нас уже сто тысяч жителей. Прямо здесь можно, в принципе, продолжить. Расширять свои города, свои поселения. Давайте прям пустим такую, знаете, наклонную дорогу. Прямо вот в эту сторону. Так. Прекрасно. И эта дорога прям будет идти вот сюда. Что-то, что-то мне кажется, безобразно как-то я построил все это дело, да? Нам надо, кстати, велодорожки построить еще. Подумать над этим. А что я парюсь? Можно вот так вот. Хопа. Прекрасно. Так. Промышленные зоны высокой плотности. Можем сюда вот воткнуть. И трубопровод прям вот сюда вот поставить. Прекрасно. Ну что ж, ускоряем время. А у нас уже время ускоряется. Смотрите. Здесь у нас такой, знаете, небольшой пригород получается, да? Город в городе. Маленький район. Можно, в принципе, еще что-нибудь интересное сюда поставить. Знаете, вот такое правило сделать. Политику. Налогообложение, вернее. Так. Высокотехнологичные дома. Переработка отходов. Запреть курение. Можно поставить еще парки. Поддержку образования пока что делать не будем. Хотя давайте сделаем поддержку образования тоже, да? Школу достаточно делать не будем пока. Жесткие, жесткие сроки заключения. А так вот. Не знаю, понравится людям, не понравится. Ну. Высокотехнологичные дома уже потихонечку начинают возводиться. Так. О, смотрите на балкончик. Какие красивые цветочки-то. Вы посмотрите, какая красота. Ну что ж. Хорошая. Начало у нас пока что. Так. Здесь с водой. С отоплением у нас все хорошо. Водоснабжение, электроэнергия. Кстати, по поводу электроэнергии. Смотрите, друзья. У нас уже есть две атомных электростанции, находящиеся прямо вот здесь вот, да? Правда, нам придется все-таки... Не знаю. Я вот думаю... Слушай, а что у нас с поездами-то? Пробок нет, да? Вроде бы. Нет, смотрите, нет пробок. Нормально. Везде у нас идет товароборот. Товароборот, вернее, хороший. Вот так вот можно бесконечно наблюдать за этим делом. Прекрасно. Кстати. Мы вроде бы уже давно с вами не строили автобусные станции. Метро, железные дороги. Даже этот... Меж... Кстати, давайте город новый построим, друзья. Прямо вот здесь вот. Можем, в принципе, сюда его поставить. Либо где-нибудь, знаете, на каком-то острове. Мы можем даже создать новый остров, я так понимаю, да? Например, вот здесь вот. Игра-то, она позволяет много чего. Ну-ка, давайте посмотрим. Не знаю, получится ли, не получится. А подождите, а как это работает-то здесь? Что-то зависает. А, у нас идет автострахонение, да? А, вот так вот это работает. Смотрите, вот здесь вот остров, да? Но он довольно маленький. Нам надо его как-то побольше, что ли, сделать. А, курортную зону. Ну-ка, давайте начнем с этого островка. Можно здесь даже пляжи сделать кое-какие. Во! Нам придется, конечно... Долго этим... А это что такое? А, вот так вот работает, да? Смотрите. Ну, нам придется, конечно, долго... Работать над... Работать над... Этой территорией. Я просто хочу расширить... Этот остров. Город на острове. Доступно с почвы. А-а-а, рельф. Смотрите, как это работает-то. Почта-то у нас... А сколько мы бабла-то вносим-то, а? Смотрите. Значит, получается, новый остров не получится сделать, да? Угу. Нужно где-нибудь накопать почвы. Например, получить почву можно... А-а-а... Применить где-нибудь на карте инструмент смещения. А-а-а! То есть, мы можем с... Например, вот отсюда почву накопать. И сюда прям закопать. Хе-хе! Интересно, да? Хорошо. Смещение. 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 А где у нас смещение-то? Ну, смещение, да? А, мы можем правой кнопкой мыши отсюда почву накопать. Да, смотрите. Хорошо. А через шифт как будет работать-то? А, никак не работает, да? Во! Вот это вот работает, смотрите. Во! Смотрите. Вот здесь получается сила кисти, да? Отсюда почву берем. Вот так вот. Хорош. Правда, много денег уйдет на это дело. Хорошо. Накопали мы отсюда почву. И сюда можно, в принципе... О-хо-хо! Затонувший корабль, смотрите, ребята. Мы здесь нашли затонувший корабль. Блин, удивительная игра, друзья мои. Просто удивительная игра. Так, здесь у нас лужи какие-то появляются. Так, да, собственно, с почву. Кстати, отсюда можно почву накопать? Правой кнопкой мыши. Нет, здесь нельзя, да? Хорошо. Ну что ж, давайте вот здесь вот. Вот так вот. Прямо со всех сторон. Опустошаю почву, Вась. Прямо как китайцы, когда они покупают новые земли в других странах. Хе-хе-хе-хе. Но они там не... Они ее не опустошают, они ее полностью засирают, да? Так, хорошо. Здесь мы можем, знаете, как сделать? Можем прямо в эту сторону уйти и продолжить. Вот так вот сделать. Так. Да, придется долго-долго-долго этим заниматься. Ну а что так? Прикольно получается. Тихо, назад-назад. Смотри, как вода стекается-то. Прикольно, да? Так, почвы у нас нет. Отсюда убираем. Пусть вода сливается. Сливайся туда, а? Я надеюсь, вода пропадет. Можно прямо отсюда убрать несколько почв, вот так вот, да? Да, вода потихонечку сливается. Блин, какая физика все-таки классная в этой игре. Выравниваем. Слушайте, прикольно, да? Получается. А отсюда мы можем вот так вот хреново тучи накопать воды. Сейчас вода, вода пойдет в эту сторону, смотрите. Мы можем даже прорубь сделать. Маленький такой. Что, плывет? Вода идет? Все, теперь надо от почвы избавиться, да? Вот она как работает. Сколько я играю, я до сих пор не понял, как это работает. Оказывается, вот так вот работает. Правда, бабла очень много уходит. 24 тысяч. Ну, в принципе, когда у вас огромное количество денег в заводах, жителей, можно, в принципе, не переживать. Так. А что, нормально. Сливаем водичку в эту сторону прям. Что-то вода стекается, да? Смотрите, вода уже пошла. Мы можем здесь опять накопать. Огромную, маленькую, знаете, большую вернее. Дырдочку. Копай, 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 копай. Вот это обалдеец, посмотрите. Вот все-таки удивительная игра. Ааа, чем глубже мы копаем, тем, конечно же, больше денег мы платим за это дело. Вы посмотрите, как вода стекается-то. Обалдеть. Посмотрите, ребят, какая красота. Блин, чудесная игра. Ходят слухи, что парадоксы делают вторую часть сети Skylines. Там, говорят, вообще будет офигенная графика. Ну, как делать? Они задумываются надеть. Может быть, уже начали делать. Не знаю. Но это всего лишь слухи. Ничего точного, ребят. Ничего конкретного. Но у меня с парадоксом есть, конечно, связи. То есть, мы с ними общаемся через Soft Club компании. Soft Club компания со мной сотрудничает. И от них ничего такого не шло. Никаких слухов. Слухи были на других форумах. В англоязычных, в основном. Я так иногда слежу. Ну, блин, классно вот за этим наблюдать. Конечно же. Обалденно. Просто, друзья мои, обалденно. Мы здесь можем даже водокачечку поставить. Смотрите, как вода прям сливается-то, да? Просто жесть. Кстати, ну что ж. Друзья мои, давайте тогда в следующей серии мы с вами будем заниматься этим делом. Я не знаю. Мы... Я сначала подготовлю почву. Я хочу построить большой остров здесь. Вот такой вот прям. Нам надо, кстати, вот этот... Все-таки убрать эту порнографию. Как-то некрасиво получилось. Ай, какая красота все-таки. Блин, можно наблюдать за тремя вещами, да? Одновременно. Постоянно. Как течет вода. Как горит огонь. И как Римма сделает прохождение. Это просто же такая, знаете, самооценка. Блин, у нас есть проблемы с рабочими. Походу, по всей видимости, нам не хватает рабочих без образования. Также и с образованием. Нет, потому что здесь нам нужны только без образования. Рабочие с образованием мало. А вот без образования у нас реально большие проблемы. Ну что ж, давайте тогда сделаем следующее. Мы с вами сейчас быстренько построим кольцевую. А потом в следующей серии мы с вами займемся, друзья мои, этим делом. А я говорю по поводу... Как его? Острова большого. Мы там для буржуев будем строить. Огромный остров. Так. А если мы прям к этому кольцевому сделаем тоннель? Не, мне кажется, слишком я... близко. А давайте прям мост построим. Почему бы и нет. Вот так вот, если получится. Что? Нормально получится, да? Смотрите. Офигенно просто. Так. Неровно получилось здесь. Вот так вот будет красиво. Так, ну что ж, у нас первый город здесь будет находиться. Такой, знаете, большой квадратик сделаем. Здесь у нас будут жители без образования. Да. Звучит, конечно, очень плохо, но нам нужны жители, которые не имеют образования, чтобы они работали простыми рабочими, да? Ну, как бы, становились простыми рабочими. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем тогда. Вопрос в схеме я так прям сильно красоваться не буду. Нам потом придется удалить этот камень. Вот этот вот. Что-то мне кажется, очень много перекрестков здесь, да? Так. Водопровод. Отлично. Прекрасно. Хорош. Теперь электроэнергию. Прямо можно сделать вдоль дороги. И отсюда у нас пойдет жилые дома пойдут, вернее. Знаете, как сделать? Вот так вот можно сделать. Высокая плотность. И по бокам, где-то рядом, вот здесь можно всякие магазинчики поставить. Здесь у нас магазинчик. у нас автосохранение. Так, поликлинику строим. Кладбище сбоку можно поставить. Отлично. Пожарную станцию. Ну и, конечно же, полицейский участок. Куда без него, друзья мои? Куда без него? Так, ну что ж, нам придется немного подождать, чтобы электроэнергия проявилась. Потому что провода бросать вот так вот можно, в принципе, временно пока что сделать. Хотя, я не вижу смысла. Так, большая игровая площадка. Поставим сюда для этих граждан. Делаем политику. Можно, в принципе, ускорить время пока что. Политика у нас будет, друзья мои, вот такая. Вот сейчас я уберу вот это дело. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отсюда лучше вот так вот начнем. Образования достаточно. Сделаем. Налогобложение. Кстати, давайте поддержку. Повышение, 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 понижение, снижение налогов для жилых районов. Высокой плотности. Снижение налогов для коммерческих районов. Высокой плотности. Свободный отдых пока делать не будем. Парки и оздоровительные зоны. Сделаем здесь. Можно еще. Высокотехнологичные дома. Я не знаю, они относятся к... Нет, давайте пока что уберем высокотехнологичные дома. Бесплатный общественный транспорт. Школу достаточно. Ну, я не вижу, чтобы этот... Смысл школы ставить. Так, и... Конечно же, нам еще надо кинуть... Сюда. Либо метро, либо просто автобус. Давайте просто автобус, наверное, да? Остановку будет идти вот отсюда. Начинаться. Забирать жителей. По кругу. Вот так вот. Здесь он разворачивается. Едет по этому кольцевому. И... Прямо вот так вот. Вот где у нас рабочих не хватает, сюда будем кидать маршруты. Ай! Просто прекрасно! Что тут, получается, круг будешь, да, целый делать? Ай! Какие просто все довольные и хорошие. Все, завершается маршрут. Ну-ка, посмотрим, какой у нас здесь маршрут номер один. Это у нас маршрут номер 15. Давайте ему цвет дадим. Такой, знаете, серый цвет сделаем. Выехал уже две техники. Ну, что, посмотрим сейчас, что из этого получится. Ну, что ж, нам надо подождать, чтобы электроэнергия проявилась наконец-то. У нас в некоторых местах она есть, в некоторых местах ее нету. Кстати, его можно, в принципе, пока же временно провести вот так вот. Опа! Опа! Вот так вот. Раз я на матрас. И не париться. Да, все отлично. Все просто нормально. Кстати, что у нас там с островом-то? Ага, вода уже наполнилась. Ну, мы можем, в принципе, уже в любой момент вот так вот взять. Хопа! И закрыть поток. Друзья, смотрите. Сейчас вода будет просто вылазить, я не знаю. Будет пытаться пробиться вверх. Ну, судя по физике, это так. Пупок вылез, ептать. Придж. Смотри, какая красота. Сюда памятник какой он поставит. Памятник Римасу, ептать. Нормально будет, красиво. Так, ну что? Жители заезжают потихонечку, да? Я надеюсь, уже автобус будет нормально работать. И на этот, типа, мини-городок мы его, конечно, побольше сделаем. Мы, кстати, в горе находимся. Мы можем подкопать снизу, чтобы... Вот так вот было. Как она выглядит-то? А, вот так вот будет выглядеть, да? Смотрите, как красиво. Удивительная графика, конечно же. Конечно, будет, мне кажется... Знаете, да? Типа, в Бразилии, еще где-то там в Южной Америке оползные бывают разные. Смотри, как красиво выходит, да? Офигеть просто. Прям как кого-то, знаете, этот... Специально так подготовили почву для этого дела. Ну, здесь опасно, здесь могут упасть людишки-то мои и разбиться. Ну, что, автобус пошел у нас, да? У нас должен быть автобус серого цвета. Остановки. Здесь у нас первая остановка, там вторая. Я пока что автобусов не вижу. Ну, и самое главное, чтобы здесь не было пробок. Мы, конечно же, светофор убирать не будем, так как он нам нужен. Нужен нам светофор, друзья, нужен. Смотрите, уже много зданий заброшено. Блин, нам надо решать все-таки с этим делом. Жители нам надо как-то чем-то привлекать. Школы достаточно. С образованием 3 из 3. Без образований 0. Я же поставил школы достаточно. Вы что делаете-то, ребята? Я точно поставил школу достаточно? Ну-ка, давайте посмотрим. Или я поставил поддержку... Школы достаточно, да. Все-таки в университет поступают незначительно. Ну, что ж. Я думаю, друзья, ну есть смысл поставить начальную школу. Это действительно есть смысл, потому что у нас и так проблемы со школами. Давайте пока что начальную школу поставим сюда, построим. Среднюю школу. Но университеты, ну, по-любому, ну, как без образования, это не просто тупой, да, без образования, который писать даже не умеет. Нужно хотя бы среднее образование, да. Я так понимаю, здесь без высшего образования. Или как? Все-таки у нас политика стоит. Так, ага, участников уже 764. Я надеюсь, я правильно все делаю. Я надеюсь. Друзья мои, напишите в комментариях, правильно ли я делаю, неправильно по поводу образования, без образования, потому что у нас вечная проблема с образованными ребятишками. Безобразованные, вернее. Хотя, смотри, без образования уже потихонечку начинают заселять это дело. Да, рабочих просто тупо не хватает. Нам придется побольше город расширить. И вот такая огромная просто. Воооо, так вот, большой, 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 большой город сделать и все. И будь чики-поки. Ну что ж, друзья, это была очередная серия CD Skylines. У микрофона был, как обычно, с Римас. До скорых встреч. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Ну и, конечно же, не забываем подписаться. Ну и поставить лайк. Ой! Ладно, всем удачи.